Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, и вы готовы получать ответы на свои вопросы. Ну и, собственно, телефон прямого эфира 202-11-22 вам пригодится, потому что каждый день в каждом эфире программы «Универсальный формат» мы для вас что-нибудь интересненькое разыгрываем и делаем это с большим удовольствием. Вот и сегодня приготовили для вас удивительные подарки. Позвольте оглашу список. Итак, билет на театральный сезон, спектакль «Цвета Делика». Это 11 апреля, киновертикали, удивительная премьера театра, который оживает на киноэкране с эффектом присутствия. Это новая удивительная практика у нас в Самаре. Я думаю, стоит это попробовать на себе. Ну и билет на концерт группы «Айова» 19 апреля. «Максимилианс» будете зажигать, если отгадаете наши загадки, наши вопросы. Тема нашей сегодняшней программы – к вашим услугам. И я думаю, что наверняка каждый из нас сталкивался с такой проблемой. Найти хорошего специалиста, персонал по дому. Будь то логопед, может быть, какой-то репетитор, может быть, это няня, сиделка, гувернантка или просто человек, который с большим удовольствием сошьет для всей вашей семьи хорошие вещи и станет вашим другом на долгие годы. Ну, в общем, сегодня будем разбираться в сфере услуг. Я буду сейчас представлять вам наших гостей. Это директор компании по подбору домашнего персонала «Бонна» Людмила Кузнецова. Здравствуйте. Здравствуйте. И профессиональный гувернантка, как нам представилась она, Вероника Савина. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила, ну, рынок услуг, тем более подбор домашнего персонала всегда актуален. Всегда нужны люди, которые помогают по дому, в учебе, в работе, ну и так далее. Вообще, такая компания обширная, у вас много услуг, много людей под вашим крылом. Какая-нибудь есть история возникновения этого бизнеса, этого направления деятельности? Наверняка, что-то с себя что-то начинается. Конечно, конечно, это, по большому счету, это малый бизнес. Малый бизнес начинается с идеи, начинается через то, что, чем ты сам пользовался. Для меня это именно так и произошло. Я мама, у меня трое детей, и так случилось, что я переезжала из город в город, всей семьей мы переезжали, и всегда сталкивалась с проблемой поиска помощника. В первую очередь, это, конечно, нужны руки по уборке дома, домработница и няня присмотра за детьми. Столкнувшись с этим выбором, я поняла на своих шишках и ошибках, которые совершила, как это правильно делать, как подбирать людей, с кем нужно сотрудничать, как выстраивать отношения с домашним персоналом. И очень рада была, когда ко мне обращались за советом, одна подруга, вторая подруга. Вот эти самые рекомендации. Да, и в результате получилось, я понимаю, что у меня есть чем поделиться, у меня есть опыт, у меня есть большой опыт. Старшей дочери уже 17 лет, поэтому вот уже 17 лет фактически я занимаюсь подбором домашнего персонала, сначала для себя, и впоследствии я создала компанию, которая занимается этим профессионально. Ну, кто у вас есть, какие специалисты, вот так если... Абсолютно все специалисты, которые нужны для дома. Это и для начинающей молодой семьи, это обычно помощник, который прибирается дома, хотя бы раз в неделю приходит домработница, уборку генеральную делает, что, естественно, освобождает маме руки для того, чтобы побольше позаниматься собственным ребенком. Для работающих мам это няни, для старших детей гувернантки, репетиторы всевозможные. И логопеды, психологи, ну, психологи, это немножко другая история. Психологи у нас сотрудники, которые помогают определиться с выбором няни. И в том числе и для больших домов, хозяйств нужны, там бывают уже экономки, водители, садовники. Вот все это... А если торжество, еще и повар пригодится. Повар, у нас сейчас стала популярна очень услуга, повар в семью на постоянной основе. Например, приходит повар два-три раза в неделю, готовит комплексный обед, ну, вообще комплекс еды, который потом устается в холодильнике. Хозяева, родители, дети просто приходят разогревать. Сейчас стало достаточно популярно тоже. Ну и удобно в том числе. Ну, да. А редкие какие-то специалисты есть у вас? Что? Редкие специалисты. Ну, достаточно редкие у нас это садовник-дизайнер, то есть это не просто тот, кто приходит, убирает, но и тот человек, который со своим образованием такое бывает. Нередкие, но очень популярные, я хотела бы еще сказать, это сиделка. И сейчас, пожалуй, это одно из самых таких востребованных направлений, потому что получается, что работающие дети, пожилых родителей не хотят отдавать их в какие-то интернаты, ну, и хотят быть с ними, но днем нужно присматривать за пожилыми людьми. И вот, пожалуй, это сейчас одно из самых востребованных направлений нашей работы. Дорогие друзья, у нас сейчас, и у вас, точнее, есть уникальное возможность задать вопрос нашим гостям. 202-11-22, телефон прямого эфира. Вероника, ну, к вам вопрос. Расскажите свою историю, как вы стали профессиональной губернанткой. Как так случилось? Вообще, по образованию я учитель. Учитель русского языка и литературы. Педагог. Довольно, да, педагог с большим стажем. Ну, так случилось, что мне захотелось поменять поле деятельности. Ну, бывает, иногда. И как-то шла, и встретилось мне вот агентство по работе с детьми. И зашла туда, поговорила с девушками, рассказали, какие требования предъявляются губернантке. Ну, взвесила вся за и против, могу, не могу, справлюсь, не справлюсь. Ну, и, конечно же, у меня были знакомые, которые губернантками работали. Удачный опыт. И, конечно же, захотелось себя попробовать. Ну, вот вы сказали о требованиях. Это, например, какие требования? Высшее образование, педагог? Ну, да, как правило, родителям хочется, чтобы человек, который будет заниматься с их детьми, имел высшее образование. Чтобы мог, ведь вот губернантка, она отличается от нянечки прежде всего тем, что она тесно связана с учебным процессом. Именно вот по учебному? Конечно. А помочь ребенку, ну, помочь ребенку, конечно, лучше сможет педагог. Но здесь много и сложностей. И, кроме того, вот, зная, что сейчас такие требования предъявляются, как знание языков, каким-то языком я уже владела, причем неплохо, но сейчас вот требуется, я немецким владела, а сейчас требуется вот как-то больше знания английского. Вот сейчас самостоятельно изучаю английский. То есть саморазвитие, рост такой тоже присутствует? Да, конечно, обязательно. Похвально, мне кажется, для специалистов. Если можно, немножко добавлю по поводу требований к губернанткам. Одна из особенностей работы агентства подбора домашнего персонала состоит в том, что мы в конкретную семью подбираем конкретного человека. Нет такого понятия «идеальная губернантка». Есть кому-то нужны Мэри Поппинс, кому-то вообще-то на самом деле нужен Фрэкенбок. И вот индивидуальные качества человека, они должны очень гармонично влиться в семью. Для этого наши менеджеры, они все психологи, обрадают определенными качествами. И для конкретной семьи, беседуя с родителями, какого бы человека они хотели рядом с собой видеть в качестве губернантки, для своего ребенка, потому что у них есть свои ценности, у них есть свои принципы воспитания в этой семье. И вот мы уже из огромного количества людей, которые к нам приходят в поисках работы, это подбираем именно того человека, который подходит в конкретную семью. Потому что вот, как Вероника сказала, у нее знание немецкого языка, человек английский изучает, у нее музыкальное образование есть. И поэтому она вот как бы вошла в ту семью, где больше делается ставка на творчество, на развитие, на глубокое изучение учебы. А есть требования к губернанткам, когда человек просто нужен для того, чтобы забрать из школы, прийти, проконтролировать, накормить больше бытовое. Это может быть для более младшего возраста. Там подходит немножко другой человек. Это может быть бабушка даже иногда, вот конкретно нас спрашивает. У нас бабушки живут далеко, нам нужна бабушка для наших детей. Временная бабушка, очень хорошая. А у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Наши зрители звонят, 202-11-22. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Оксана. И хотелось бы задать вопрос. Можно ли нанять персонал не на многократную уборку, а на одну уборку на Пасху? Спасибо. Уборка на Пасху однократно. Прийти домой и навести чистоту. Да, конечно. Это называется генеральная уборка. И у нас тоже есть такие услуги, профессиональные домработницы, которых мы качественно готовим, и которые готовы вот так вот прийти и сразу же на незнакомом, так сказать, объекте сориентироваться и быстро, качественно сделать уборку. Это человек приходит уже со своими средствами, со своей техникой какой-то, да? Да, да. Это приходит полностью укомплектованно. То есть желательно, конечно, чтобы хозяева в это время находились дома, но так как на такие разовые генеральные уборки к нам мы набираем, отправляем наиболее ответственных сотрудников, с которыми мы уже прямо вот с самого основания, чаще всего нашей компании работаем, то это безопасно. То есть в данном случае мы несем ответственность за полный порядок, что все будет так, как хотят хозяева. Людмила тут упомянула и Мэри Поппинс, и Фрекенбок. Как так вот неожиданно? Мой первый вопрос как раз с Фрекенбок и задан, друзья мои. Он связан именно с этим мультиком про Карлосона, но мультик вам, друзья мои, принесет билеты на концерт группы Айова «Максимилинс», 19 апреля. Смотрим сейчас на экран. Видим замечательную домомучительницу, домоправительницу и малыша, и собакой. А вот там в клеточке кошка. Так как же звали? Кошку Фрекенбок. Если знаете, тут же нам звоните. 202-11-22. Вот приходит к вам человек, например, да? Он хочет нанять там сиделку, нянь и так далее. А вы говорите, у вас вот есть психологи, которые работают, есть каталоги. Как это происходит? Вы заключаете договор. Вот быстро ли это все как-то? Ну, стараемся сделать это максимально быстро. Конечно, у нас есть определенные люди, с которыми мы сотрудничаем. Я имею в виду из персонала, которые готовы в данный момент. Их достаточно много, потому что у нас большой опыт работы, и давно мы уже существуем на рынке, поэтому, ну, как бы вот база соискателей накопилась. Достаточно позвонить тем, кто ищет себе персонал, достаточно позвонить по телефону и оставить заявку по телефону. Дальше мы готовим встречу, подготавливаем несколько человек для того, чтобы заявители, как бы, наши... Ну, выбор был, да? Да, могли выбрать, могли определиться, что им ближе. И, опять же, на этой встрече психолог очень много задает вопросов. Почему так? Какое впечатление произвело? Это для того, чтобы более точно понять, более точно попасть, попасть соискателем. Соискатели у нас проходят неоднократные собеседования, и здесь тоже вот психологическое образование, психологические навыки, опыт работы моих менеджеров, оно сказывается на качестве персонала. То есть там у нас, например, некоторые просто после первого собеседования дальше не приглашаются. И вот когда уже понимаем полностью психические составляющие человека, как он готов работать, да, и как он будет взаимодействовать, реагировать на ситуации. То есть вы даже ситуации какие-то, да, прорабатываете? Обязательно. Мы прорабатываем, проговариваем, мы готовим, у нас есть определенные инструкции, которые обязаны все наши персоналы прочитать. Красную кнопку или зеленую нажать в случае чего. Ну, в принципе, наверное, как военных разведчиков готовят. Мало ли какие ситуации могут произойти с людьми. У них дома, ну, всякое бывает. 202-11-22, телефон прямого эфира, у нас есть дозвонившийся. Алло, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Дарья. Дарья, скажите, пожалуйста, не было ли у вас такого желания, например, пригласить себе, ну, такого человека, который будет за вас готовить, мыть, убирать? Рассказывайте. Конечно, хотелось бы. Иногда это очень... Устаешь делать это. Ну вот, берите на заметку себе. Ну так как же звали кошку, дума, мучительницы, Фрекенбок? Матильда. Матильда, конечно. Очень колоритное животное. Спасибо. Удачно вам сходить на концерт. Я к Веронике хочу обратиться. Вот страшно ли приходить в семью, знакомиться с ребенком? Как вот... Вы сейчас с кем-то ведь работаете, да? Да, конечно. Какой возраст у ребенка? Ребенку уже 10 лет. Сложно? Мы начали работать, когда она была в первом классе. Ну как, конечно, свои сложности есть. Конечно, это отличается от работы в школе. Во-первых, нужно обязательно установить доверительные отношения с ребенком. Но без этого никуда. Без этого просто никуда. И эффективность работы будет зависеть прежде всего от этого. Ну, во-вторых, нужно, конечно, знать особенности, традиции семьи. Нужно с этим считаться. Нужно много внимания уделять общению просто с ребенком. Прежде чем начать делать уроки, нужно просто пообщаться с ним. Ну, стать другом, наверное. Да, да, обязательно. А есть ли у вас, например, ваши воспитанники, так сказать, кто же вырос, кто вам, может быть, звонит? Нет, 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 я аж не так давно осваиваю вот новые поля деятельности. Поэтому нет таких. Вот пока одна воспитанница. Ну, я думаю, вот этот последний год мы с ней вместе, потому что она уже взрослая стала. И я думаю, теперь она, родители, конечно, хотят, чтобы она работала самостоятельно. Тем более, она, в общем-то, взросленький человек. Она и может быть самостоятельной. В чем-то я смогла ей помочь, я этому очень рада. И так получилось, что семья, в которой я работаю, сами люди удивительные просто. И очень доброжелательные. Я думаю, наверное, мне просто повезло, что я встретила этих людей. Первый опыт должен быть, наверное, таким хорошим, чтобы запомнилось. Я немножко продолжу тему, которую Вероника говорит. То, что это первые опыты, смена. К нам часто приходят педагоги, учителя. И здесь очень важно, что мы агентство, мы работаем не только для родителей, но мы работаем и для нашего персонала, то есть тех, кто потом идет в семью. И вот этот очень важный момент переключиться с того, что ты учитель, ты педагог, пусть это воспитатель, на то, что ты становишься говернанткой. Членом семьи практически. Членом семьи. И здесь позиция учителя к нему. Приходят родители, а здесь обратная позиция. То есть говернантка должна подходить к родителям. Это бывает иногда нелегко. И поэтому мы как раз готовим психологически, опять же, мы готовим морально, мы объясняем эти трудные моменты. У нас, если бывают сложности, уже в процессе работы обязательно мы поддерживаем связь с теми, кто работает, нам звонят, консультируются, спрашивают совета, как лучше. Мы иногда даже, бывает, разруливаем какие-то конфликтные ситуации. Конечно, не всегда вот это идеально у нас и гладко проходит, но каждый раз для нас это опыт, каждый раз мы благодарны всем нашим и родителям, и сотрудникам за то, что они позволяют им помочь в данном случае разрулить ситуацию. Ну вот смотрите, довольно обширный набор и няни, и гувернантки, и повара, и логопеды, и репетиторы, садовники, садовник-дизайнер. Мне кажется, это очень удивительно. Управлять всеми этими людьми сложно, нужно знать ведь особенности каждого вида деятельности, чтобы прийти к вам и устроиться вашим специалистам. Что нужно человеку? Знать, уметь. Вы имеете в виду, чтобы в семью работать? Ну да, чтобы быть, да. Ну, прежде всего, иметь желание, конечно, как обычно, да, прежде всего, должно быть желание и настрой работать в семье. А школа молодого бойца какая-нибудь есть у вас? Обязательно. У нас есть курсы дополнительные, курсы для домработниц, ну, для самых специализированных, самых востребованных специальностей. Это курсы домработниц, курсы для нянь и гувернанток, соответственно, потому что няни, там есть особенная специфика, когда с младенцами работают. Да, это, свои сложности здесь. И обязательно какая-то помощь для сиделок, то есть там тоже свои... Медицинское образование, наверное, Нет, медицинское образование не обязательно, потому что наши сиделки не выполняют медицинских манипуляций. Они просто присматривают, да, получается, контролируют. гигиенические процедуры, присматривают, контролируют, помогают, являются собеседниками. Что тоже важно, конечно. Очень часто крайне важно для пожилых людей, чтобы было душевное отношение, выслушать разговоры. Я вас благодарю за то, что пришли, рассказали. Может быть, в следующий раз придете еще кого-нибудь, приведете нас? Да, конечно. Мне кажется, вопросы наши зрители тоже будут. Ну а если заинтересовались, ищите на просторах интернета информацию. Мы сделаем информацию об агентстве Людмилы в своей группе программы «Универсальный формат». Я думаю, что если вы задумались о поиске для себя, персонала на дом, мало ли, нужна какая-нибудь помощь, квалифицированная, почему бы нет? Уже все ясно, проверено временем, тем более, как выяснилось, 17 лет, а это срок, который, наверное, гарантирует качество. Впереди у нас тоже удивительные гости. Здесь и модницы, и человек, который тоже профессионально занимается одной интересной деятельностью. Это владелица модного бренда, человек, который умеет шить, ну и чем-то похвалится, что-то расскажет интересное. Ведь это тоже своего рода услуга. Не переключайтесь. Наряды для женщины вопрос особый и волнующий. Новое платье, как новая страница книги. Особенно приятно, если эту книгу пишет сама женщина. Актриса Самарского академического театра драмы Надежда Попова блистать красивыми платьями привыкла не только на сцене, но и в жизни. Сама себе мастерица, дизайнер и портниха. Мне же приятно, когда я одеваю какую-то из своих, допустим, нарядов, сама сделала. Я смотрю на реакцию, естественно, на людей. Я никому не говорю о том, что... А потом, когда разговор заходит о том, что я сама это сделала, люди удивляются, и это самое приятное. Исконно женской проблемой шкаф ломится, а надеть нечего Надежда не страдает. Уверена, что если вещь хорошая, но уже надоела, выбрасывать ее не стоит. Фантазия и руки из нужного места помогут обновкой обзавестись и сэкономить. Это моя юбка. Бывшая. Мне настолько понравилась эта клетка, она уже... Так, лет 10, наверное, эта юбка назад у меня появилась. И вот я ее носила, носила. Но мне так жалко было с ней расставаться. И я думаю, ну, что-то надо придумать, ребят, что-то надо придумать. Вот. И долго искала вот именно подходящую ткань для верха. Нашла, скомпоновала. И я очень люблю это платье. С юбкой я не рассталась. Как пообещала, так и сделала. Работа, семья, хобби – все это занимает практически 100% времени. А иногда, признается Надежда, хочется просто отдохнуть, почитать книгу или банально выспаться. Ну что, к вашим услугам. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Если с домашним персоналом мы разобрались, то приходим теперь к очень интересной теме, которая, наверное, актуальна не только для девочек, но и для мальчиков. Тем более, скоро уже потеплеет окончательно. Хочется надеть на себя что-то модное, красивое. Самое главное – эксклюзивное, пошитое от души и, я надеюсь, большим талантом. Давайте знакомиться с нашими гостями. Это не только модницы, как я сказала, но и вот с нами здесь дизайнер одежды и аксессуаров Бай Туганова Саша Демидова. Здравствуйте. Здравствуйте. И модницы, собственно, давайте представлять. Это Мария Гацунаева. Здравствуйте. И Татьяна Туганова. Здравствуйте. Принесли, разложили, все хорошо. Девчонки, ну вот хочется, наверное, у Саши, как у владельца бренда, спросить. Ведь, являясь, да, человеком, который умеет шить, часто приходится общаться с разными людьми и угадывать, может быть, их желания, слушать их, выслушивать. Вот как вообще происходит, наверное, вот эта вот сфера общения с людьми? Вот они приходят, заказывают что-то. Сложно ли общаться с ними? Как вот наладить такой хороший контакт, чтобы люди приходили, приходили, приходили? Вот если честно, можно сказать так, то, что, ну, мне постоянно какие-то вот клиентки даются с душой, вот что мы становимся прямо вот реально подругами в процессе шитья, прямо вот с первого изделия, как-то вот встречаемся, как будто уже давно, давно друг друга знаем. Ну, как вообще история вот возникновения какого-то творческого такого бренда? Как это шило с детства? Или обшивала кукол, как это обычно бывает? Если начать с детства сам, вот как мне рассказывала моя мама, что я могла на день переодеваться по три раза. То есть гуляя во дворе, там, забежать домой попить, и могла выйти уже в совершенно другом образе. Вот. А потом в дальнейшем я пошла учиться в Самарский государственный колледж сервисных технологий дизайн. А тут, да, дорога сказала мама, наверное, и подумала Саша. Да. Вот отучившись там на Портнового, на модельера-конструктора, получив хороший опыт от профессионалов, там очень хорошие педагоги, и как-то опыт поехал набирать Москву. Да, вот в Москве там мы, когда, ну, когда мы там жили, моей семьей, участвовали в ярмарках, как дизайнер. Я участвовала в ярмарках Sunday Market. Да, известная, у нас тоже проводится. Да, с самого начала мы с ней вместе, вот как бы идем до сих пор, очень развиваются. Ну, и мы тоже. Это хорошо. Вот. И также участвовала, бренд мой участвовал в разных шоурумах с дизайнерами, собирались и участвовали, развивались. И вот с таким опытом, как бы, московским, ну, жестким таким, я вернулась в наши родные края, и уже здесь, как бы, в планах развиваться уже, ну, серьезно, развивать свой бренд, набирается команда людей, которые... Мы идем в одной дороге, одной мечтой, в одно дело. Вот. Потому что одной тяжело все-таки набирается, ну, набираем команду. Так я понимаю, что Татьяна сестра. Да, моя сестра. Таня, расскажи, вот пока Маше и Саша не слышит. Вот интересно, действительно переодевалась по несколько раз, хорошо шиет. Она не только на улице, и дома так делала. Дома. Ну, а как вот вы все так пришли, сегодня такие модные, нарядные, сложно ли, я не знаю, в большом городе как-то выделяться, быть индивидуальной, эксклюзивной? Не, ну, это наша жизнь, на самом деле. Наша жизнь, это мода. Наша жизнь, чтобы мы были не как все, чтобы мы выделялись, чтобы мы были самые красивые. Вообще, наша мечта, Саша, это магазин-ателье, в котором каждый человек, который придет в наш магазин, да, не хотел бы оттуда уходить, потому что нашел вещь, о которой всю жизнь он мечтал. Вот такая наша долгая-долгая идущая дорога мечта. Ну, как-то есть какие-то Да, есть продвижения. Продвижения, да. То есть мечты потихонечку сбывают. Да, вот Маше, например, меня порекомендовали, я была очень удивлена, что вот, ну, как бы, не то, что удивлена, а постоянно как бы рекомендует, делаешь как-то одежду, потом другие клиенты приходят. Мы сейчас у Маши спросим, Маши рассказывайте. Маша, кстати, вот сейчас переоделась в красивое, нарядное. Это как раз, да, произведение Саши. Как так случилось, что вот, ну, надоело одеваться в магазинах и решили все-таки обшиваться, как раньше говорили, у портынихи. Это было такое давнее желание, на самом деле, как действительно говорят, хочется найти своего мастера. Вот Сашу я встретил случайно совершенно на одной из таких выставок, да, когда были выставаны ручные работы, всякие изделия. Бабочки Сашины просто привлекли внимание сразу. Невозможно было меня отодрать от этого стенда, я купила сразу две. Так, правильно. Вот, ну, естественно, что в процессе общения выяснилось, что Саша делает не только бабочки, что Саша и модельеры, и дизайнеры, и сама все это делает. Естественно, что через какое-то время я с ней созвонилась и очень быстро мы договорились, очень быстро нашли общий язык, выбрали ткань, выбрали как бы все, что необходимо было и, в общем-то, вот произведение на мне. Никого не оставляет, в общем-то, равнодушным из моих знакомых. Все спрашивают, где я это купила, я говорю, я это не купила. Это эксклюзив. Да, это специально для меня и это, конечно, очень приятность, вещь, которая создана специально для меня. Не вот что там перемирить, да, полмагазина, ничего не подошло. Это совершенно другие ощущения. Конечно. Кстати, вот раз Маша сказала про бабочки, я прошу показать на фотографии, потому что Машины бабочки, точнее, вот у нее сейчас, да, здесь, она подходит под костюм, я так понимаю, это было задумано. Да, это специально. А те, которые мы сейчас увидим в кадре, давайте, рассказывайте, это ведь они совсем не похожи вообще ни на какие. Саш, ну вот они сейчас перед тобой, родные, любимые. Как решила заниматься бабочками? Ведь не просто так это все. Ну вот если вот громко-громко, вот так вот заявить, на эти бабочки меня вдохновляет сам наш Всевышний. Вот честно, вот на этот, как бы в этих бабочках выполняется вся моя деятельность, вся моя творческая деятельность. Они мне даже, когда я только начинала их делать, они снились во сне. Я вставала, бежала к этой гладильной доске, делала, потом так вот как будто просыпался, смотрела на них и думала, блин, я это сделала. Реально я могла, ну не могу там повторить некоторые модели, потому что они реально сложные, снились во сне. И я сделала специально, как бы мониторинг по всяким интернетам, по всяким группам, дизайнерам. И, ну как бы, мне нравится делать только то, что как бы я сама придумываю. Ну вот это твоя задумка, такие вот интересные. Только, только. Интересные. Да, вдохновляет. Меня на это наше сердце. Кто может носить твои бабочки, рассказывай? Все. Мальчики, девочки. А, кстати, вот деревянные бабочки, это вообще откуда? Это мы с подругой делаем вместе, то есть девочка вырезает сама, мы придумываем дизайн. То есть такую деревянную бабочку тоже можно надеть? Да, 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 конечно. Тройная бабочка тоже твое изобретение? Все мое. Все. Вообще все мое. Все мое. Все мое. Есть обычные модели, которые, ну, как бы, классические, да, обычные, классические, потому что, ну, есть люди креативные, есть люди, которые больше все-таки классику выбирают. Вот, а есть прям креатив, то есть, ну, для молодежи. Под хохлому почему бы, да, не надеть? Ну, классика, да, хохлома. Такой замечательный. А вот, пожалуйста, для любителей, например, родины. Да, семейный набор для папы, мамы, дочки и сыночка. То есть семейными наборами берут? Да. А кому еще бабочки, так говорится, не знаю, подходят? Дети, повязочки, ты знаю, делаешь? Да, детям очень любят. С первого года жизни вот прям надевают сразу на фотосессии берут. Ну, не знаю, это обширно, конечно. Вот опять деревянные бабочки. Тем более, это сейчас очень актуально. А почему, вот как ты думаешь, вот прижились у нас в том числе в стране, вот, казалось бы, чуждый нам, да, аксессуар, бабочка? Тем более, девчонки сейчас по себе, Таня, Маша сидят. Вот как ты думаешь, почему? Ну, то, что это модно. Молодежь хочет вы... 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 ну, как это? Выразиться. Выразиться, да. Потому что это креативно, потому что смотришь и сразу видишь креативного человека. А как выбрать вот бабочку к одежде? Она должна определенно как-то выделяться, вот, допустим, красная бабочка, красные серьги. Красный лак. Красный лак. Это вот, она должна быть вообще, как бы, яркая такая, либо все-таки должна, может быть, подходить. Вот у Маши все подходит. Ну, как бы, можно надеть черное платье, черную бабочку. То есть это как, ну, как захочет сам клиент. Вообще, я помогаю подбирать под рубашки мужчинам, под костюмы, там, на определенную какую-то встречу. Для ведущих также подбирают полный образ. То есть они говорят, какие у них есть, что есть из одежды, я могу подобрать бабочку. Друзья, где же ваши вопросы? 202-11-22, телефон прямого эфира. Давайте разыграем билет в кино, в Кино Вертикаль, на удивительную премьеру, спектакль в кино. Мне кажется, стоит сходить, стоит окунуться в атмосферу английского театра. Кино Вертикаль вас приглашает на театральный сезон 11 апреля «Цвета Делика». Давайте узнаем сейчас, что мы подготовили для вас. Это кинокадр, очень старенький фильм, начало 90-х. Если вы узнали, с какого фильма этот кадр, звоните 202-11-22. Девочки кивают головой, узнали на все вопросы сегодня, узнают ответы, но не подсказывайте, пусть наши зрители сами догадаются. Вот человек приходит, допустим, Маша, кстати, сегодня принесла ткани какие-то, да? Как сказала, из бабушкиного сундука. Ну вот эту, допустим, фиолетовую, можно посмотреть? Что ты хочешь из нее сшить? Мы придумали платье. Уже придумали? Ну это вообще, конечно, удивительная история. Я совершенно не планировала. Сегодня спонтанная получилась встреча, и я вспомнила, что я давно хотела поехать к Саше и показать именно эти две ткани, потому что приближается летний сезон. Это действительно, это не обман, это ткани из бабушкиного сундука. Сколько же ей лет? А можно к лицу приложить? Это больше, чем 20. Я думаю, что ей лет 40. А что за ткань это, Саша, вот так вот? Вот мне даже сложно назвать, что за ткань. Это вискоза, ну как вискоза, да. Вот, поэтому я пришла к Саше сегодня с вопросом, что уже можно сделать в клетку. Да, длинное платье, вообще, в пол очень красивое, мы обязательно его сошьем. Чтобы летом Маша была самая-самая красивая. Да, я уверена. Я его буду с удовольствием носить. А как это происходит? Вы какие-то картинки смотрите, показываете, рисуете? Как это вот? Я люблю встречаться с своими клиентами, знакомиться, обсуждать все детали, смотреть индивидуальности фигуры, потому что это очень важно, что в магазине ты купишь стандарт, а при индивидуальном пошиве ты сошьешь то, что будет сидеть как-то... Это слово «интпошив», как любили наши мамы. Да, индивидуальный пошив. Вот, и обсуждаем модели, то есть выбирается именно цветовая гамма, которую я как дизайнер уже смотрю, которая подходит для клиента. Какие-то моменты. Я люблю свой креатив. Ну, в первую очередь я дизайнер, в вторую очередь я портной. Вот, и мы как бы все отрисовываем, все смотрим, вместе едем, покупаем ткань, если это уже неприготовленное. Я обязательно езжу, люблю покупать то, что нужно, чтобы качественно... А в магазине главное, чтобы не потерялся вообще глаза, чтобы не разбежались. Да, да, чтобы купить то, что нужно. И все, отшивать, примерки. А у меня вот такой вопрос. Если пришел человек, например, да, и вот, а ты видишь, что то, что он хочет, ну, может, ему не пойдет. Прям говоришь, да, даже... Потому что нет главный результат. Мне главное, чтобы человек вышел из нашего ателье, как бы, ну, сейчас мы на дому пока, чтобы он вышел и доволен, чтобы он обязательно вернулся. Потому что... И привел с собой еще кого-нибудь. Да, еще много привел. Это самое главное. Потому что это качество. Самое в первую очередь это качество. Ты сама шьешь, или у тебя подмастерье есть? Вот я как бы была шла одна, но сейчас моя команда, она разрастается в лице моей сестры. Я обучаю, потому что мне захотелось делиться тем, то, что я набрала. У тебя более семейный бизнес. Это так важно, это так здорово. Это очень круто. Вот. И обучаясь в стру, сейчас подключился ее супруг. Он нам организовывает оборудование для наших бабочек, чтобы мы могли их распространять по миру. Магазины. И также моя подруга с третьего класса мы с ней дружим. И сейчас она помогает. Вот так вот. Все самые люди, которые нужны, видимо, они как раз тебе в нужное время, в нужном месте оказались. А у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Как у вас зовут? Добрый день. Меня зовут Павел. Павел, очень приятно. Павел, скажите, пожалуйста, вы никогда не обращались к портному? Нет, Юля, к сожалению, я не обращался никогда к портному. Надо начинать. Надо начинать, да. Красивую бабочку, мне кажется, всегда можно надеть. Отвечайте на вопрос, из какого же фильма этот кадр? Этот кадр из замечательного кинофильма «Няньки». «Няньки» — это правильный ответ. Очень колоритные там няньки. К сожалению, они здесь не уместились у нас, но все же иногда стоит пересмотреть. Спасибо большое. И отправляйтесь в кино. Ну, так у нас еще есть фотографии вашей одежды. Давайте посмотрим. Рассказывайте, может быть, что это, кто это, для кого это. Это в те времена, когда я была в команде дизайнеров, в шоурумах в Москве. Вот мы отшивали коллекции. Я была тоже моделью, сама себе. Здорово! Как заменитый «Куку Шанель», да, она любила это делать. А, кстати, вот кто из дизайнеров вдохновляет, кроме «Куку Шанель»? Кинзо, «Куку Шанель», «Тольчик Абана», то есть, ну, как бы все известные бренды. Вот, брюки. То есть, прямо можно человек обшить с ног до головы? Все вообще. Маечки, штанишки? Здорово. От нижнего белья до пальто. И мужские рубашки, брюки, тоже, стесняетесь ходить к партнуму, ведь идеальный костюм, это самое главное. Почему многие сейчас отказываются от этого, я не понимаю. А вот люди, которые приходят к себе, это какой возраст сейчас? Кто осознанно? В каком возрасте человек может? До 35, спокойно вообще, приходят молодые девушки. То есть, я работаю, как бы, имею направление с каждым в общении. Возраст у меня такой, как раз, общаться нормально со всеми, с каждой. Нахожу общий язык. А мужчины-то приходили? Конечно. Что заказывают современные модники? Рубашки. На данный момент рубашки. рубашки, брюки. Какие-то определенного кроя рубашки? Ну, которые слим, которые на выпуск. Мы сейчас разрабатываем лекалы, чтобы отшивать уже на... То есть, это серьезно. Рубашки для нас это очень серьезно. Да еще бы, рубашка и для мужчины серьезно. Да, креатив, это интересно. Мне кажется, Маша сейчас уже предвкушает, как она будет примерять это платье, которое я сегодня уже задумала. Уже есть какие-то мысли? Да, у меня уже есть в голове. У Саши сразу появилась идея. Она сразу начала рассказывать, что это будет платье в пол. Из этого я хочу сделать комбинезон тоже в пол. Думаю, что все будет очень хорошо. А вот отслеживаешь ли как-то судьбу своих вещей, просишь ли прислать фото? Прошу, да, общаюсь с клиентами до сих пор, с каждой. Нахожу, то есть, иногда бывает конкурс у меня в группе, что давайте как бы обновим, посмотрим, выиграем, какой-то приз хороший. Но вот как не запутаться в многообразии тканей? Сейчас только магазинов вообще. Нужно самой идти покупать или все-таки консультация человека-специалиста, портного, дизайнера? Лучше, конечно, с портным, потому что сейчас синтетика или хлопок, очень важно, чтобы ткань была приятной, чтобы она была носибельна. Обычно, если человек не разбирается в тканях, он купит то, что не подходит, и не увидит того результата, который изначально он запланировал в изделии. Важно очень, чтобы профессионал выбирал ткань. У нас есть телефонный звонок, мне подсказывают режиссеры, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? У вас вопрос есть к нашим гостям? Здравствуйте, меня зовут Катя. Катя, ваш вопрос. Я хотела бы узнать, есть ли у семьи Тугановых, так как я их очень хорошо знаю, я их люблю, есть ли у вас семейная бабочка? Семейная бабочка, у нас минутка. Вопрос, надо сделать семейную бабочку, да, спасибо за идею. Вот так вот, ваши добрые друзья нам звонят. Ну что, у нас, к сожалению, заканчивается эфир, я думаю, что в следующий раз, когда мы решим собраться с модными дизайнерами, Маша придет уже в своем платье. Ну если есть желание, конечно, конечно. Папе огромный привет, потому что на самом деле это большое желание, как прославить нашу фамилию, что папа гордился своими детьми, потому что мама умерла у нас в октябре того года, ее не стало, и у нас остался папа, и мы хотим полностью, чтобы он гордился нами. Очень маленькая наша мечта. Мы тебя любим, папа. Какие молодцы, так приятно было с вами сегодня пообщаться. Вам уже, дорогие друзья, желаю хорошего весеннего настроения, здоровья, и чтобы все у вас всегда складывалось, самое главное, чтобы были родные и близкие, и чтобы они вас поддерживали, все ваши начинания, пусть даже самые сумасшедшие. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова